Уже больше года на территории области обсуждается грядущая программа капитального ремонта. В областной думе прошли депутатские слушания, на которых народные избранники поговорили о мероприятиях, непосредственно касающихся проведения ремонта. В том числе о распределении средств и о том, как не дать обмануть жителей. Тему продолжит Елена Губенкова. Программа капремонта до сих пор будоражит умы властимущих. Вроде уже и все нормативные акты готовы, но споры не утихают. Дело в том, поясняют депутаты, что законодательство постоянно меняется. Вот и приходится назначать новые заседания, чтобы решить спорные моменты. Со временем меняется, и мы с вами являемся участниками этих процессов, меняется и федеральное законодательство, меняются какие-то нормы и правила. Поэтому и мы сейчас уже занимаемся совершенствованием, в том числе и тех законов, которые были приняты. На депутатских слушаниях дают высказаться всем, начиная от чиновников, заканчивая простыми жителями. Людям нужно дать слово, уверены депутаты, поскольку до сих пор не все знают, как будет действовать новая программа. Немного, может быть, недорабатывает в плане информационное объяснение населению, как это будет все действовать и время. Потому что если сегодня у многих жителей спросить, как работает закон и насколько он рассчитан, я думаю, что большинство не смогут даже ответить, на какое время он рассчитан и как быстро будет отремонтирован тот или иной дом в том или ином муниципальном образовании. Как часто бывает в таких случаях, нашлось немало желающих поживиться за чужой счет. Программа капремонта только стартовала, а незаконные сборы платежей уже не редкость. Возникают и с двойными платежками. Этим, естественно, нужно заниматься. Сейчас это все проговорили в рамках взаимодействия с той жилой инспекцией. Мы, депутатский корпус, будем больше работать с населениями, выявлять там, где есть такие моменты. И, соответственно, необходимо будет встречаться как раз таки на собрании с жильцами, разъяснять. Обсуждают, что нужно менять в банковской системе. Предлагают избавить платежи за капремонт от комиссий. Здесь главное сохранить средства, собранные жителями. А значит, нужно предусмотреть любые банковские неурядицы. По защите денежных средств собственников жилья, касаемых вопросов того, чтобы индексация и использование этих денежных средств банками была не ниже величины инфляции. Такой законопроект мы в ближайшее время тоже внесем в Государственную Думу. Другое предложение касается освободить от оплаты на срок гарантийного использования жителей новостроек. Тем временем программа уже действует. В рамках капремонта заменили 46 лифтов, отремонтировали около 200 крыш и 15 фасадов. До конца года планируют провести работы в трех сотнях многоэтажек. А в следующем году эта цифра составит уже 700 домов.